В эфире современный разговор с директором Центра истории Кавказа, автором монографии «Азербайджан и армянские вопросы на Кавказе» Резваном Гусейновым. Резван, доброго тебе воскресного утра, спасибо за то, что погорячимся и так, следам, так сказать, обсуждаем итоги состоявшихся вчера в Грузии парламентских выборов. По последним данным, которые у меня имеются, 97% голосов подсчитано, 54,2% правящей партии Грузии, грузинская мечта, 10,81% коалиция перемен, 10,07% единственное национальное движение, 8,72% стильная Грузия, Гахария за Грузию, 7,73%. И вот последняя новость, что президент Азербайджана Михаил Алиев поздравил премьер-министра Грузии Кубахицы с победой партии грузинской мечты на парламентских выборах. Ну, естественно, что мы знаем, что не все так гладко, как хотелось бы. Интересно, вот твое мнение о том, как это все прошло, это уже история, так сказать, и, естественно, есть силы, которые объявляют это подтасовки и так далее. Ожидал ли ты, что именно вот такой сценарий будет расписан и граждане Грузии? На данный момент как бы конституционное большинство набирает мечта, но как будет дальше объявлено, посмотрим. Здравствуй, Рафим, приветствую тебя и наших уважаемых зрителей. Ну, и у тебя в эфире и у других наших друзей, я предполагал, что, скорее всего, грузинская мечта победит. И, по всей видимости, тут особо и, как говорится, анализировать не надо. Ответная реакция оппозиции, оппозиционных сил будет тоже жесткой. Они попытаются всеми силами опротестовать или же не дать новому, или новому старому грузинскому правительству работать. Потому что сценарии заранее были расписаны, непримиримость двух сторон. То есть любые выборы, это в любом случае, если это сценарий позитивный, некий консенсус между властями оппозиции, и тогда перспектива и стабильность для страны устойчивая. Но когда, это тоже бывает, между властями оппозиции нету точек соприкосновения принципиальных, и у них диаметрально противоположные отношения, и, более того, закулисные силы тоже разные, которые напрямую влияют на внутриполитическую ситуацию, то тогда, к сожалению, любые выборы, они приводят к напряжению внутриполитическому, могут привести к беспорядкам, к эволюционным событиям. И последний почти год именно грузинское внутриполитическое поле накачивалось вот этой напряженностью заранее. Обе стороны сказали, что они будут бороться до конца, несмотря на результаты выборов. Это очень важно. То есть тут получается, что выборы не могли бы сыграть роль некоего третейского судьи, где бы обе стороны согласились. Ну да, победила одна сторона, проиграла другая. Но в любом случае заранее проигравшие дали знать, то есть если они проиграют, что они будут бороться с теми, кто победят. То есть это уже не эволюционный путь, когда, допустим, проигравшая сторона знает, что все равно есть шанс через некоторое количество лет опять будут выборы, и есть шанс победить на них. А все стороны сделали ставку на вот эту дату, на этот дедлайн октябрьских выборов в Грузии. Это говорит о том, что Грузия оказалась перед серьезным политическим выбором впервые за последние 20 с лишним лет. Последние у нас такие серьезные политические потрясения были в период прихода борьбы и прихода к власти Михаила Саакашвили, когда грузинское общество сделало очень важный выбор для себя 20 с лишним лет назад. И сейчас этот период завершается с учетом опыта негативного и позитивного за эти 20 лет, в том числе и война 2008 года, августовская, в том числе многое из того, что Запад обещал, но не сделал, в частности по защите того же Михаила Саакашвили, который до сих пор сидит. В том числе и то, что и удалось Грузии, огромный прогресс все-таки за эти 20 лет, демократизация общества, различных ветвей властных структур, очень много сделано. Именно этот позитив и дает сейчас возможность грузинскому обществу так активно участвовать во внутриполитических процессах. Но при этом есть здравое понимание того, что, к сожалению, те проекты, которые Запад продвигает посредством поддержки демократии, свободы слова, прав и так далее, они настолько политизированы и учитывают, в первую очередь, интересы западных держав в вопросах геополитики, а не интересы самих стран, где идет процесс демократизации. И что это приводит к жесткому клинчу, столкновению через эти страны между Россией и Западом, то я думаю, что в Грузии это прекрасно понимают. И Грузия не хочет быть очередной ареной, в очередной раз, кстати, противостояния и борьбы больших сил. Поэтому, как бы это странно ни звучало, надо с уважением относиться и к выбору грузинского народа, и к тому, что желательно этот турбулентный период для Грузии, как и всех стран Южного Кавказа, пройти так, чтобы не было, мягко говоря, нездорового внимания со стороны больших держав, чтобы наши страны не превратились в точку, где продолжается, скажем так, выяснение обстоятельств и отношений между державами. Резван, да, вот ты несколько месяцев назад в эфире у меня говорил, что Запад пытается разделить Южный Кавказ на две трети и одну треть, то есть противопоставить Азербайджану, Армению и Грузию. И вот недавно Иванишвели, по-моему, сказал, сослался на Кобахидзе, что предлагали Грузии вступить в войну с Россией, три-четыре дня будете воевать, потом будете вести партизанскую войну, мы вам будем помогать. Вот с той точки зрения, что одна треть и две трети, как сейчас вот эти итоги выборов парламентских, есть, вот все сохраняется, как есть, отразится на дальнейшем развитии ситуации на Южном Кавказе, в том числе с точки зрения поведения руководства Армении. Да, и чтобы было проще, я тогда математически, арифметически упростил, вот эта формула одна третья, две трети исходит из того, что Азербайджан по своему потенциалу, населению, экономике, инвестициям, природным ресурсам, он составляет приблизительно чуть больше половины всего Южного Кавказа, даже больше половины, по некоторым параметрам до 70%, это вопрос инвестиций, экономики и так далее. И чтобы, понятно, что внешние игроки для того, чтобы уравновесить свои интересы, они должны были перетянуть на свою сторону на остальные две страны Южного Кавказа, чтобы как-то создать баланс, поскольку Азербайджан ведет политику и транспортную, энергетическую, экономическую, транзитную, согласовывая ее с Турцией, с Грузией, у нас почти что союзнические отношения, и при этом данная позиция не вызывает особого раздражения у России. То есть мы видим, что значительная часть региональных игроков поддерживает ту политику, которую ведет Азербайджан, являющаяся бесспорным лидером региона. Для того, чтобы нарушить эту ситуацию или изменить ее, необходимо было Западу, конечно же, поддерживать Армению и попытаться перетянуть на свою сторону Грузию. То есть чтобы нарушить баланс, ничего личного, это, скажем так, закон геополитики. И вопрос решался в Грузии. Если бы Грузия, как ты верно говоришь, или в 2022 году подключилась бы к тому сценарию, который развивался в Украине, через Украину против России, то сейчас бы ситуация была очень сложная в нашем регионе, и Грузию отдали бы очередной раз под расход. Под расход. Но, может, кто-то и будет оспаивать, что нет, у Грузии были шансы победить Россию в этой войне. Я не знаю, может, и такие мнения есть, что, да, США помогли бы, Запад еще больше помог бы Грузии в этой войне, чем Украине помогает. И даже больше, чем Израиле. Я не знаю, может, такие мнения есть. Но явно было видно, что это не та игра, которая приносит какую-то преференцию Грузии, здоровую преференцию. При этом другой выбор тоже. Я не хочу сказать, что этот выбор был лучше, тот был хуже. Есть реалии. Ты вступаешь в войну с огромной империей. И, да, Украина, украинский народ это решение принято. Грузия, грузинский народ и власти все-таки решили, что в этот раз не надо испытывать судьбу. Да, и все-таки то, что произошло на российско-украинском фронте, показывает, что не все так просто. И двери, как я всегда говорил, вход на Южный Кавказ, это Грузия. Если бы она стала точкой столкновения, это бы нарушило весь баланс и стабильность во всем нашем регионе и способствовало бы некой проектности Запада. Я понимаю, что есть люди, которые слепо верят там или любят там одну сторону, допустим, Запад, его демократию, и готовы принести в жертву многое ради торжества, какие-то демократические ценности. Ну, а если, конечно, они готовы принести свою семью, детей, это одно. Но если они живут вне этого, за рубежом и горячо любят свою родину, поддерживая ее, а погибают простые люди ради демократии какой-то, то я думаю, что это не тот сценарий, который нужен. Этот негативный сценарий в течение десятков лет обкатан на всей планете, везде, куда силы приносят демократию и начинаются военные столкновения. При этом ничего, приходится это обговаривать, ничего противного я к демократии не имею. То есть никаких претензий нет. Но то, как это делается и используется ради геополитических интересов, держав, вот это вызывает опасения. Поэтому Грузия сделала свой выбор, и это позволило удержать тот баланс сил, который по крупицам, в том числе это и транзитное, энергетическое безопасность, стабильность в нашем регионе. То, что по крупицам Азербайджан, Грузия и Турция выстраивали за последние четверть века. Отдать все это в угоду каким-то плюшкам и грантовой поддержке для НПО, грузинский народ в своей некоторой масти не захотел и власти. Опять-таки при этом я еще раз повторяю, что то, что происходит в Грузии, сугубо личное дело грузинского народа, это их выбор, мы с тобой говорим о том, как это могло бы повлиять на регион в целом, негативно или позитивно. Вот я вопрос тебе задал, может ли сейчас, в связи с тем, что произошло в Грузии, Пашинян несколько изменить, видоизменить свою внешнюю политику и больше опять пропагандировать отношения с Россией? Однозначно, даже если не пропагандировать, но заигрывание Пашиняна по указке, фактически, его западных кураторов из Вашингтона, из Парижа завершились. И теперь мне интересно будет посмотреть, как все вот это бравурные заявления, что они оплот демократии, якобы Армении, что якобы Азербайджан это авторитарное государство, что, мол, Армения движется куда-то к светлому демократическому будущему, что Запад это светоч и так далее, что Россия это враг. Теперь вот эта несбалансированная позиция власти Армении, которую они транслировали и советовали дальше транслировать экспертам, приближенным к власти, теперь им придется все это сворачивать. Поэтому неоднократно, если ты помнишь и онлайн, и напрямую в живом общении с армянскими коллегами, экспертами, мы всегда им советовали, ну, в том числе, через них пытались донести эту мысль до официального Неревана, что резкие крены и реверансы в одну или другую сторону ради каких-то плюшек, в том числе финансового, то ли от Запада, то ли от кого, они потом чреваты, то есть любое похмелье приходит. Вот сейчас на фоне того, если Грузии уже, как мы поняли, победила власть, грузинская мечта, и если вот этот турбулентный период, понятно, могут быть беспорядки, какие-то события в Грузии, если этот этап будет пройден, то очень серьезный начнет спрос с Армении тоже. Ей нужно будет понять, определиться, куда она идет по вопросу разблокировки транспортных путей, по вопросу своих отношений с Россией, того, что она говорила, Армения, как отношения БРИКС-плюс будут, куда пойдут отношения Армении с Ираном, тоже отдельный кейс, и Армении с Азербайджаном. То есть вот эти все события, они явно показывают, что властям Армении надо будет учитывать новые реалии, да и в принципе они зарабатывают от России, как мы знаем, вот так, фантастическим, всегда это повторяю, что фантастический оборот 14-16 миллиардов годовых санкционных товаров, услуг российских, которые через Армению проходят и Запад на это закрывал глаза. У меня такое ощущение, что теперь Запад на это глаза закрывать не будет, поскольку проект, суть было использовать Армению, в принципе как могли и использовали, как до этого использовали карабахских армян, неудача, в итоге, использовать Армению в борьбе за Грузию и по сдерживанию Азербайджана, это не удалось, пока этот процесс шел, использования, Запад закрывал глаза на вот этот фантастический оборот и прибыль Армении от России. Сейчас ситуация может поменяться, а значит Армении нужно будет искать, как и каким способом дальше кормить свой народ, ведь это очень серьезная задача. Первая задача руководства страны содержать и кормить свой народ. И если сейчас Запад вдруг скажет Армении, что все, лафа кончилась, не надо так через себя пропускать российские санкционные товары, алмазы и всякую технику завозить обратно, надо по-другому зарабатывать. Что будет делать Армения? Посмотрим, но в любом случае, как я предполагаю, не будет так, как было раньше. Изван, ты вот упомянул BRICS+, мы с тобой не общались, но у меня такая практика, я с одним экспертом общаюсь раз в месяц, стараюсь, чтобы у меня палитра экспертов была побогаче, в отличие от некоторых моих коллег зарубежных, которые каждую неделю с одним и тем же экспертом общаются. Вот мы сейчас видим, что в преддверии КОП-29 климатического саммита с армянской стороны прессы информация о том, что может принять участие глава МИД или, допустим, Пашинян, или, допустим, спикер парламента, возможно, что это так и будет. Вот итоги БРИКС я бы хотел у тебя попросить прокомментировать, но ты уже комментировал, наверное, коротко, и тот факт, что все-таки Пашинян поехал в Москву на саммит СМС. Также будь здоров, а также спасибо, будь здоров, а также перспективы подписания мирного договора, по-моему, они до 27-го года сейчас не светят, БРИКС это было тестовое мероприятие в преддверии президентских выборов США, группа стран, которые хотят выстроить свою альтернативную экономическую, финансовую модель, они должны были проконсультироваться. Честно говоря, я не ожидал от БРИКС в этот раз каких-то прорывных событий, главное, как я сказал, было проконсультироваться, в том числе с теми странами, и это и Азербайджан, это и Турция, и ряд других стран, которые хотят участвовать в этом формате, БРИКС плюс или иных форматах взаимодействия. Не знаю, не буду, я не являюсь экономистом, насколько удачный было, насколько неудачный, но факт, что все проконсультировались и выровняли или выправили, я бы сказал, выяснили свои позиции по целой палитре вопросов международной политики и экономики от ближнего восточного кейса и до украинского фронта и до тихоокеанских просторов. Нужно было, чтобы эти группа стран поняла, как они могут взаимодействовать и выстраивать, как предполагается, некую альтернативную федеральную редержность системе США, свою систему финансового взаимодействия, кредитования, банкинга, экономических связей. Это долгий процесс и еще неизвестно получится он или нет. Но поскольку собравшиеся в основном страны это значительная часть планеты по своему населению и ресурсам, это никак сбрасывать нельзя, кто бы что не говорил, но там как минимум Китай, Индия и Россия по населению ресурсам природным, в том числе человеческим, военно-политическому потенциалу, это явно не слабая страна. Более трех миллиардов, по-моему, более трех миллиардов. Более половины планеты, даже скажем, почти что половина планеты и значительная часть мировой экономики в плане производства, это те страны, которые собрались. Того, что мы покупаем, ежедневно у нас, это и Китай, это частично Индия, и целый ряд стран, которые имеют важное геополитическое значение, это Иран, Турция, в нашем регионе это Азербайджан, и Бразилия, и так далее. Ряд стран Центральной Азии, Тихоокеанского региона. Им нужно было понять, где общие точки их столкновения интересов, а затем уже, наверное, в перспективе будут мероприятия, где будут буковываться вот это единое мнение. Я думаю, это начнется где-то в следующем году, а что касается армяно-азербайджанского мирного процесса, он опять начнет оживиться, скорее всего, но я не думаю, что сейчас Азербайджан будет активно поддерживать то, что он предлагал несколько месяцев назад армянской стране. Как мы с тобой неоднократно говорили, очередной раз, в угоду внешним интересам, Армения пожертвовала своей субъектностью и своими государственными интересами. В этот раз опять, уже если Азербайджан вернется или возобновится в Армении переговорный процесс на высоком уровне и на уровне экспертов, условия будут не те, что были, скажем так, продолжались до лета этого года, весной, летом этого года. Поэтому, наверное, армянские власти это понимают, что и как они будут уступать, это уже им самим решат, Азербайджан всегда четко открыто говорил, что ему надо, в том числе дорога в Нахчуван, сухопутная, железнодорожная, автомобильная и много чего. Но пока я не ожидаю подписания мирного договора, а по всей видимости армянская делегация желает приехать в Баку именно потому, что западные кураторы, в том числе на уровне Байдена, который написал письмо президенту Азербайджана, они очень хотят, что был подписан мирный договор. Но дедлайн, это дедлайн президентских выборов США, а коп после них, после выборов, и в этот период США уже будет не до того, кто с кем подписал мир, не подписал мир, там совершенно немного иные процессы пойдут, о которых мы с тобой в следующем нашем эфире через месяц поговорим. Тоже непростая будет ситуация. Поэтому я считаю, что на этом этапе опять, как я отмечаю, Армения упустила некоторые серьезные шансы, но не все. Цена того, что она упустила, и как она будет возвращаться во все форматы, которые избегала или саботировала последние 2-3 года, цена, они сами пусть решают, как это будет делаться. Азербайджан никуда не торопится, Азербайджан решил практически все свои геополитические вопросы и проблемы. Вопросы транзита тоже решаются, дорога через Иран тоже строится, при этом у нас есть дорога через Грузию в Турцию, которая работает, и итоги выборов в Грузии. Если помнишь, я говорю, если будет противоположная ситуация, то Запад руками гражданки Франции Соломи Зурабишвили и ее команда будет саботировать ту транспортную цепочку транзитную, которую Азербайджан, Грузия и Турция выстроили за четверть века. Ценой нанесения удара экономическим интересам Грузии Соломи Зурабишвили и ее команда готовы были это делать. Вот тогда бы создалась очень сложная ситуация, и в армяно-азербайджанском треке напряженность выросла бы до того, что тогда можно было бы говорить о некоем новом военно-политическом противостоянии. Вот этого и хотел Запад. Вот в этом была его цель всей игры. Очень надеюсь, что этот этап пройден, и сейчас опять спокойно за столом переговоров мы будем говорить о совместном интересном будущем, то есть экономических и иных проектах. Очень надеюсь, что да, и в Ереване поняли, что вот этот этап, где они заигрывали, вынужденно, потому что пониженная субъектность постоянно принуждает Ереван озвучивать и вести себя не так, как нужно государство. Мы бы поняли, если бы Ереван защищал государственные интересы Армении. Там была бы понятна логика поведения. Но поскольку пока этой линии четко не прослеживается во власти Армении, поэтому мы вынуждены внимательно отслеживать, кто и как из них кукловодит Ереван. На данном этапе у Еревана создается возможность на несколько месяцев самим принимать решения. они идут к миру или же опять продолжается заигрывание. Ереван в текущем году Азербайджан достиг стратегического партнерства с Китаем. Такое же партнерство существует между Китаем и Грузией. И вот то, что сейчас у власти находится грузинская мечта и она продолжит судя по всему находиться и дальше, порт Анакли начал строиться. Это проект с участием Китая. Поэтому то, что ты сказал, что экономическое развитие будет идти так, а не иначе, как бы приди к власти оппозиция, укрепи свои позиции Запад, мог бы и остановиться. И с этой точки зрения, посниму вопрос, я не буду другие географии затрагивать, противостояние, можно сказать, и России, и Запада на Южном Кавказе. Как это будет дальше как бы развиваться? Я считаю, что Южный Кавказ, пожалуй, один из редких регионов, где такого серьезного, опасного противостояния, относительно, я имею, других регионов мира, между группой стран Запада и России, и группой стран, которые являются интересантами, не будет. И стабилизирующим фактором здесь является Азербайджан. То есть позиция Азербайджана ключевая. Как бы это странно ни звучало, остальные вне региональные игроки уже учитывают то, какой расклад есть между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Это осевая линия региональной геополитики, безопасности, транзита, транспорта и так далее. И то, что Россия, она стала последние годы учитывать это реалии, если раньше российские власти в течение почти 20 с лишним лет делали все для того, чтобы пытаться блокировать те транспортные и другие проекты, углеводородный транзит, которые Азербайджан, Грузия, Турция осуществляли, и ничего не удалось в потерянное время. 25 лет в потерянное время. То сейчас российские власти как минимум понимают, что это реалии, которые надо учитывать, и только так можно защищать российские интересы регионов. Советуюсь и взаимодействие с Азербайджаном, с Турцией и желательно с Грузией. С Азербайджаном и с Турцией взаимодействие на высоком уровне, поэтому Россия, как бы это странно звучало, не так давит на регион, как это было прежде. А Запад сейчас почему-то занял позицию России в плане давления на регион, используя те же рычаги, что и Россия прежде. Россия для дестабилизации нашего региона использовала Армению. Армянская оккупация с азербайджанской территории, те, кто бандиты находились у власти в Армении, Роберт Кочелян, Серж Саркисян, все это был инструментарий российского дестабилизационного влияния на Южный Кавказ и Азербайджан в частности. Сейчас почему-то ролевые игры поменялись и этот инструментарий перешел в руки Запада. Вот это принципиальная вещь, которую в Армении народ и власть должны понять. Они хотят оставаться быть расходным материалом в этой игре? Или они хотят получить некую субъектность? А для получения субъектности и равноправия нужно выстроить нормальные отношения с соседями. Не со странами за Атлантикой. Пожалуйста, конечно, нужно выстраивать отношения с кем угодно позитивные, но не во вред своим отношениям с соседними государствами. У Армении с этим проблемы и Запад это использует. Россия, понимая, что за 25 лет она ничего не добилась и сейчас в итоге пришла к тому, что предлагал и говорил Азербайджан, и Турция 25 лет назад, 20 лет назад, Россия ведет себя очень интересно в хорошем плане. При этом я не хочу сказать, что это будет продолжаться долго, но пока Россия завязла в конфликте с Западом, в том числе на Украинском фронте, для нее жизненно важно, чтобы на Южном Кавказе была стабильность. И наоборот, для группы западных стран некоторых жизненно важно превратить вот это мягкое подбрыжье России, Южный Кавказ, и тыл Турции, Южный Кавказ, превратить в некую территорию нестабильности, дестабилизационный регион. Мое мнение такое, что Запад здесь не сможет. И последние выборы в США, я извиняюсь, в Грузии, в преддверии выборов в США, показали, что та проектность, которая расписана через демократическую партию США, и во Франции это Макрон, вот две силы, которые почему-то считали, что они смогут переиграть через дестабилизацию нашего региона, поменять геополитические реалии, которые Азербайджан поменял в 2020 году, в 2023 году. Они думали, что смогут отмотать все это, как говорится, взад. Ничего не получилось, поэтому, я думаю, нездоровый интерес вот этой группы западных стран к нашему региону должен пойти на спад. Если здесь им не получается вкладывать, они будут вкладывать, к сожалению, в других классических регионах. Это Ближний Восток, в частности, арабо-израильский конфликт, Балканы, старые точки, Украинский фронт, который пока заменяет Балканский, и, конечно же, Тихоокеанский фронт. Вот это направление, где будут усиливаться, будут усиливаться столкновения между группой стран Запада, Россией и ее партнерами. А наш регион, я очень надеюсь, что станет спокойным, и здесь все вот эти большие силы договорятся, что давайте здесь не будем напрягать, поскольку ресурсно, как мы увидели, США, группа стран не смогли здесь, в нашем регионе, добиться того, что они хотели, при этом потратив немалый ресурс. спасибо тебе большое, Резван. Я просто добавлю, что ты сказал, что к счастью, сейчас вот наш регион, он как бы мирный, к счастью, в том числе, и то, что Центральная Азия тоже сейчас мирная, с которой и Азербайджан, и Турция, в том числе, в рамках организации тюркских государств, усиливают экономические, политические, военно-политические, общественные связи. Кстати, это очень хорошая тема, которую мы обсудим, то есть, вот это все региональное противостояние в итоге приводит только и только к усилению проектности Турана и Тюркского мира. Но это долгий процесс, скачкообразно он будет нарастать. Спасибо, Россия. Спасибо большое. Уважаемые дамы и господа, вы смотрели интервью с директором Центра истории Кавказа, автором монографии «Азербайджан и армянский вопрос на Кавказе», азербайджанским ученым-историком Резваном Гусейновым на моем авторском YouTube-канале «Современный разговор» с Расимом Бабаевым. Спасибо тебе большое, Резван. Тебе приятных выходных. Спасибо тебе и нашим уважаемым зрителям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова